Приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу и покажу, как приготовить домашние сливки. А уж из них мы приготовим шоколадное мороженое и сыр маскарпоне. Начнем. В ковш наливаем молоко и сливочное масло. Ставим на средний огонь. Постоянно перемешиваем и растворяем сливочное масло. Здесь важно, чтобы ковш был с толстым дном, для того, чтобы молоко не подгорело. Субтитры создавал DimaTorzok Наливаем в карафин и нагруженным блендером взбиваем, пока масло и молоко не станут однородной массой. Накрываем крышкой и даем остыть до комнатной температуры. Убираем в холодильник на не менее чем 8-10 часов. Забираем из холодильника готовые сливки. Сегодня из них мы приготовим шоколадное мороженое и сыр маскарпоне. В чашу наливаем сливки и взбиваем миксером до мягких пиков. Добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивать. Растапливаем шоколад. Растопленный шоколад добавляем к сливкам и продолжаем взбивать. Как только масса станет однородной, прекращаем взбивать. Наше будущее мороженое наливаем в форму. Отправляем в морозильник на 8 часов. Пока мороженое в морозильнике, давайте приготовим сыр маскарпоне. Для начала приготовим лимонный сок. Ковш наливаем в сливки. Ставим на средний огонь. Постоянно перемешиваем, чтобы сливки разогрелись равномерно. При появлении первого пара добавляем лимонный сок. Продолжаем перемешивать. При температуре 60-70 градусов добавляем еще лимонного сока. Сливки начинают густеть. Доводим до кипения. Добавляем еще сока. Перемешиваем и убираем с огня. Сето застилаем марлей, выливаем сыр. Накрываем и даем остыть до комнатной температуры. Накрываем и даем остыть до комнатной температуры. А лучше на ночь. Вот такой вкусный натуральный сыр у нас получился. И всего из двух ингредиентов. Накрываем и даем остыть до комнатной температуры. Накрываем. Накрываем и ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Достаем готовое мороженое из морозильника и радуем наших детей. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если уже подписаны, проверьте, включен ли у вас колокольчик. Если нет, включите, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю всем приятного аппетита! До новых встреч!